Салалаки, старинный Тбилисский район, улица Ладо-Ассатиани, 42. Вот проходя по этой улице, астроном не может не взволноваться, видя на стене вот такую доску. В 1908 году здесь родился в семье филолога Амазаспа Амбарцумяна и его жены Рип Семе мальчик Виктор, Виктор Амбарцумян, которому суждено было изменить облик астрономии и астрофизики 20 века. Один из основателей теоретической астрофизики. В 1924 году он уехал отсюда, уехал в Ленинград, поступил там в Ленинградский университет. А о том, что будет дальше, мы с вами сегодня поговорим. Как 18-летний провинциальный мальчик армянский приехал в Ленинград. Он, я думаю, что и по-русски-то, может быть, не очень хорошо это время говорил. Стал учиться в университете. Мы вот с вами не первый раз говорим о значительных ярких фигурах нашей науки. Каждый раз в их судьбе было что-то необычное, что-то иногда драматическое, иногда хулиганское. Вот что касается Виктора Амазаспича, то здесь, пожалуй, удивительно гладкая биография. Он стал в конце своей карьеры дважды героем соцтруда, президентом Академии наук Армении, национальным героем Армении, такое официальное звание ему дали. В общем, все возможные регалии, все возможные ордена, звания были его. И вот как это начиналось, интересно посмотреть. А вот перед вами замечательная фотография, посмотрите на нее внимательно. Это группа людей, им всем 23-25 лет примерно. Мы бы сейчас сказали, группа ребят. Смотрите, кто это? Человек, который сидит слева. Это молодой Лев Давидович Ландаул. Знаменитый в последствии академик Ландаул. Физик мирового масштаба. Один из крупнейших физиков 20 века. Вот и Виктор Амбранцемян стоит, видите, на той же самой фотографии. Сидит Матвей Бронштейн. Тоже очень сильный физик. Невероятный талант, по свидетельству его современников. Но человек, который в 1937 году получил пулю в затылок в сталинской тюрьме. И две сестры Кеннегисса, в доме которых эта встреча вся происходит. Женя Кеннегисса, которая вот сидит в кресле, она впоследствии стала леди Пайерлс. Она вышла замуж за Пайерлса, одного из тоже крупнейших физиков 20 века. Одного из авторов атомной бомбы. На этой фотографии нет еще нескольких членов этого же кружка. Здесь нет, например, Гамова Георгия, по прозванию Джонни. Не надо объяснять, какую роль впоследствии Гамов сыграл в физике 20 века. Это, в общем, он предсказал реликтовое излучение, на минуточку, между прочим. Не говоря уж о генетическом коде. Здесь нет Димуса Дмитрия Иваненко. Еще один крупнейший физик 20 века. Но, правда, уже с менее драматической биографией, спокойно дожившей до преклонных лет, нет здесь и Николая Козырева, о котором тоже вы прекрасно знаете. А Козырев был ближайшим другом Амбуртумяна. Они оба были аспирантами Пулковской обсерватории в эти годы. Вот посмотрите. Не может быть, чтобы это было случайно. Вот такое великолепное созвездие будущих звезд, вряд ли это так вот случайно получилось, что такое количество первоклассных талантов, первоклассных звезд науки 20 века вдруг оказались в этой, ну, интеллигентской, с одной стороны, с другой стороны, может быть, даже буржуазной немного обстановке. Вот видите, даже Лев Ландау пытается скорчить рожу, потому что он всегда был хулиган, и всякие конформистские штучки, всякая буржуазность ему претила, поэтому он хочет как-то немножко благостность этой фотографии немного подпортить, но не успел скорчить рожу, его успели сфотографировать. Мы видим, как по-разному складывались в это время судьбы. Я уже сказал о гибели Матвея Бронштейна в застенках сталинской тюрьмы. Ведь Ландау тоже попал в тюрьму. Он год просидел после визита к Нильцу-Бору в Европу, где он, по-моему, полтора года провел в научной командировке. Готовый иноагент вернулся обратно в Россию и тут же угодил тоже в заключение. В общем-то, он был на волосок от того, чтобы разделить судьбу Бронштейна. И только по предстательству Капицы, другого знаменитого физика, тоже, кстати, еще того иноагента, который, как известно, руководил лабораторией у Резерфорда несколько лет. Так вот, только по его поручительству, его, как очень талантливого ученого, который мог бы очень много сделать для развития науки и для развития обороноспособности Советского Союза, только поэтому ему удалось все-таки выйти на свободу. Ну и дальше его судьба всем известна. Вот в такой среде Виктор Амурцумян, молодой, подающий надежды астрофизик, начал свой стремительный взлет. И действительно, посмотрите, после Пулковской аспирантуры, то есть в возрасте примерно 26-27 лет, он основал новую кафедру теоретической астрофизики в Ленинградском университете. Тут тоже надо понимать хорошо, что такое это сочетание слов «теоретическая астрофизика». На самом деле, это в узком смысле это теория распространения света в мутных средах. Дело в том, что в астрофизике свет очень редко распространяется просто в пустоте, в вакууме. Свет всегда проходит, доходит до нас, проходя через туманности, через атмосферы звезд, через какие-то сложные среды, в которых он многократно рассеивается, поглощается. В общем, теория передачи, теория переноса излучения – это и есть то, что получило название теоретической астрофизики. По сути дела, это сложная, изощренная математика, в которой Виктор Амбарцумиан был очень силен. Методы, которые он предложил для описания распространения света в мутных рассеивающих средах, они составили содержание школы, которую потом продолжали ученики Амбарцумиана. Виктор Викторович Соболев, который впоследствии стал академиком и основал свою собственную школу теоретической физики. И Сергей Владимирович Иванов, его ученик, то есть уже как бы третье поколение после Амбарцумиана. Вот это был первый мощный вклад Виктора Амбарцумяна в нашу науку. По сути дела, он в России это направление начал, он его основал. Все последующие ученые этого направления, они в той или иной степени его ученики. А дальше происходило вот что. В 40-х годах он, видимо, понял, что гораздо больше перспективы развития его науки будет в том случае, если он образует свою собственную, совершенно отдельную научную школу, сделает это у себя на родине в Армении. И он уехал в Армению. В конце 40-х годов построил там огромную, по тем временам первоклассно оснащенную астрономическую обсерваторию Армянской Академии Наук. Это вот то, что вы сейчас видите у себя на экране. Это знаменитая обсерватория в Бюрокане. Посиделся там сам. И, в общем, оставшиеся ему примерно 50 лет жизни он безвыездно практически провел в Бюрокане. Надо сказать, что мне тоже в моей карьере отчасти повезло. У нас в Малининградском университете в Бюрокане находилась с давних пор, возможно, еще тоже по случаю того, что мы были связаны с имбуртумяном, находилась учебная станция Малининградского университета. Там я проходил практику. И там в 1971 году мне случилось участвовать, конечно, как студенту-зрителю, участвовать в знаменитой сейчас международной конференции по связям с внеземными цивилизациями, в международной конференции сети, которая проходила как раз под патронажем Виктора Мазаспича. И там вот мне удалось его видеть лично и видеть его в лекционной его работе и в работе организатора. В общем, видеть, как он умел создавать вокруг себя и плеяду учеников, и привлекать к себе общее внимание коллег. После теории переноса излучения Бурцумян создал еще одно очень крупное направление в астрофизике, о котором тоже надо несколько слов сказать. Но правда, в отличие от теоретической астрофизики, это направление в общем развития не получило. Я говорю о развивавшейся в Буракане, начиная с 60-х годов XX века, странной теории о том, что источники света звезд это непонятное сверхплотное вещество, которое находится в их недрах, и оно каким-то непонятным образом дает энергию для того, чтобы звезды светились. Ну, тут все сводится к тому, что довольно долго не удалось свести энергетический баланс в недрах звезды. Отсюда появилась и экзотическая теория Козырева о том, что энергию звездам дает время. Отсюда же появилась и точка зрения Бурцумяна, заключавшаяся в том, что энергия звезд берется из вот этих вот никем не виданных, но по его убеждению существующих стерхфлотных D-тел, которые и несут вот эту вот космическую энергию. Эта линия, к сожалению, для Виктора Мазастыча, в общем, не кончилась ничем. Мы теперь более-менее надежно знаем, что энергетический баланс в звезде сходится, что ядерных реакций достаточно для того, чтобы объяснить причины свечения звезд. И здесь у нас, в общем, никакой нужды в том, чтобы привлекать это стерхфлотное вещество, больше нет. Зато Бурцумяну все-таки удалось оставить очень глубокий след в области звездообразования, поскольку он открыл так называемые звездные ассоциации. Это, по сути дела, очень молодые звездные скопления. Они бывают двух типов. Это звездные скопления звезд гигантов, это О-ассоциации, скопления молодых звезд О-класса, то есть очень больших, гигантских, горячих, голубых звезд. И Т-ассоциации, это скопление звезд типа Т-тельца, тоже молодых, очень энергичных и бурно излучающих звезд, которые тоже теперь, в общем, являются предметом активного изучения наблюдательных астрофизик. Многое уже в этом отношении сделано. И мы знаем одно, что в начальной стадии своего существования звезды являются объектами быстроменяющимися, противополучивающими различными изменениями. Они являются нестационарными объектами. Потому что они действительно не рождаются сразу какими-то уже совершенными образованиями, а на них происходят взрывы, вспышки и так далее. Резюмируя все это, можно сказать, что, конечно, Виктору Мазадовичу удалось, благодаря тому, что он основал свою национальную научную школу, удалось избежать большей части всех вот этих вот катастроф, которые затронули ученых-астрофизиков российских. И в Буракане находится пантеон Бурцумиана. Бураканская обсерватория носит его. имя. Двух с половиной метровый телескоп Бураканская обсерватория называется ZTA Зеркальный телескоп Бурцумиана. В общем, он обеспечил себе место в истории астрофизики на долгие века. А начиналось все вот здесь, на этой улице с этого дома в старинном Тбилисском районе, с которого мы начали наш рассказ. Подписывайтесь на наш канал. Будем рассказывать вам и о других значительных фигурах в астрономии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok